26 апреля день нотариата в России. Напомним, что более сотни лет назад, 27 апреля, император Александр II подписал положение о нотариальной части, по которому фактически нотариат стал самостоятельным правовым институтом. Нотариальные действия обеспечивают стабильность гражданских правоотношений. На днях наша съемочная группа встретилась с лучшим нотариусом 2016 года Республики Адыгея Людмилой Зверевой. Как давно вы работаете нотариусом? Нотариусом я работаю ни много ни мало, более 10 лет. Однако в юридической специальности я уже более 30 лет работаю юристом. Первое место вашей работы? Первое место моей работы был пищекомбинат, начальником отдела кадров был. Я там работала немного, а так большее количество лет я работала в администрации Кашхабрского района в юридическом отделе. Чем вы руководствовались при выборе вашей профессии? Ну, со школьной еще скамьи я давно хотела быть юристом. Со школьной скамьи мечтала об этом, но я не думала, что я вот приду к нотариальной практике. Практика юриста, конечно, у меня большая, опыт с людьми большой, но так получилось, что вот работаю сейчас нотариусом. В общении с клиентом какие у вас возникают трудности? В работе с клиентами трудностей у нас практически нет. Работать с людьми я люблю, людей люблю, уважаю, ценю. Поэтому как-то люди, наверное, и мне отвечают взаимностью. Проблем с клиентами у нас никогда не бывает. Конечно, клиенты есть сложные, у каждого свой характер какой-то, каждый со своими какими-то претензиями, с какими-то вопросами к нам обращаются. Ну, стараемся помочь, дать какую-то правильную, квалифицированную юридическую помощь, объяснить людям, рассказать. В чем заключается ваша работа? Ее плюсы и минусы? Ну, наша работа, как я сказала, заключается, конечно, это в общении, во-первых, в общении с людьми. Во-вторых, мы придаем юридическую силу тем документам, которые им делаем. Ну, тоже завещание, допустим. Вот человек пришел, составил завещание. Чтобы завещанию придать юридическую силу, обязательно его нужно удостоверить у нотариуса. Также другие документы, те же доверенности, там какие-то копии нотариальные. Это все вот, что мы можем, виды нотариальной деятельности, предложить вот своим клиентам. Плюсы вашей работы, минусы? Ну, плюсы нашей работы, это, наверное, принимать самостоятельно какие-то решения в соответствии с законодательством. Ну, а минусы, это, наверное, малоподвижный образ жизни, потому что мы постоянно за компьютером, мы постоянно за рабочим столом, постоянно те же консультации даем, сидя за рабочим столом. Ну, наверное, вот это вот минусы. А так, больше плюсов в нашей профессии, чем минусы. Как человек с большим опытом работы в этой сфере, что вы могли бы пожелать молодым специалистам? Ну, что я юристам хочу пожелать, конечно, чтобы каждый из начинающих юристов все-таки прислушивался к нашим законам. Не каждый трактовал так, как он понимает сам, а все-таки, чтобы это было правильно, чтобы это было в пользу людей и, наверное, на благо этим людям, которые обращаются к юристам. Далее Людмила немного рассказала нам о древности этой профессии и поделилась с нами некоторыми семейными секретами. У нас это древняя профессия. Еще в Древнем Риме все это начиналось. Были у нас такие вот писари, которые там фиксировали какие-то документы. Но нотариальная практика у нас вообще, как сам вид деятельности, у нас, наверное, скорее всего, это где-то уже где-то с 16 века нотариат в России. В семье есть тоже юристы? Может, вы по чьим-то стопам пошли? Или вы единственная, кто пошел в эту сферу работать? Ну, родители мои не юристы, это однозначно. Я первый юрист, наверное, с семьи. Потом, конечно, по моим стопам пошла моя сестра. Она адвокатом работает. Сын у меня юрист. Ну, будем надеяться, что продолжат внуки специальность юристов. А вашей семье как отнеслись к выбору вашей профессии? Нормально. Мама поддержала с удовольствием, потому что мама сама в свое время хотела быть юристом, но по стечению каких-то обстоятельств не получилось. Папа тоже был не против, скажем так. Жалеете ли вы вообще о том, что вы выбрали эту профессию? Нет, не пожалела ни минуточки, не пожалела. Мне очень нравится профессия юриста. Я прилагаю все усилия, чтобы помочь людям, чтобы оказать какую-то посильную помощь. Если бы еще раз стоял выбор передо мной, я бы выбрала профессию юриста. А если бы, например, вы не были бы юристом, какую другую профессию вы представляете для себя? Какую бы вы выбрали? Я не представляю для себя другой профессии. Вот юрист и в данном случае нотариус. Вот они как-то взаимосвязаны, это из одной отрасли, скажем, право. Поэтому это для меня самые дорогие мои профессии, которые я люблю. И не готова поменять на какую-то другую профессию. Общение с Людмилой Зверевой прошло в форме легкой дружелюбной беседы. Да я не думала, Натусе, что я буду, честно говоря, нотариусом. А почему так получилось? Что 20 лет вы сказали юристом? 30 лет я работала юристом. А потом резко так получилось. Предложили нотариусом, потому что нужен был второй нотариус в районе. В конце нашей встречи наша героиня от души поздравила своих коллег с праздником. 26 апреля вы отмечали профессиональный праздник. Да. Что вы могли бы пожелать своим коллегам? Коллегам своим дорогим я хочу пожелать взаимопонимания, терпения, самообладания и успехов в нашей работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова